Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. В соответствии с указом главы Республики на территории Республики объявлен режим повышенной готовности по новой коронавирусной инфекции. По данному управления Роспотребнадзора по Республике за последние сутки зарегистрировано 261 новый случай новой коронавирусной инфекции. При этом 138 случаев приходится на столицу нашей Республики, город Якутск. Необходимо обратить внимание, что остается достаточно сложная обстановка в Мегино-Кангаласском улусе. На необходимость соблюдения мер безопасности было обращено внимание в Мегино-Кангаласском улусе, в том числе главой Республики, сегодня во время совещания с главами муниципальных образований. Вчера закончилась проверка Управления Роспотребнадзора административных комиссий по местам массового скопления населения в Мегино-Кангаласском улусе, соответствующие выявлены нарушения. Еще раз обращаем внимание на необходимость соблюдения требований во всех учреждениях, там, где могут находиться большое количество людей. Также обращаемся и к гражданам о необходимости соблюдения масочного режима. Продолжает оставаться напряженная ситуация в Намском улусе, где зарегистрировано вновь 11 новых случаев. При этом непосредственно в Намском улусе растет и количество граждан, как умерших, так и находящихся в тяжелом положении. Поэтому еще раз обращаем внимание на низкий уровень вакцинации в Намском улусе, что не позволяет нам, соответственно, медицинским работникам осуществлять лечение более эффективно. 10 случаев зарегистрировано в Алданском улусе, по 8 случаев в Амгинском улусе, по 7 случаев в Хангаласском улусе. От 1 до 6 случаев зарегистрировано в 18 районах республики. Наиболее сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией является ситуация в Чуропчинском, Нюрбинском, Татинском, Горном и Верхневилюйских районах. Уважаемые жители республики Сахая-Кутя, вчера был опубликован указ, подписан указ главы республики Сахая-Кутя, по которому на территорию республики вводятся QR-коды при посещении непосредственно ряда учреждений. Так, с 20 октября для учреждений культуры, таких как театры, кинотеатры, музеи, дома культуры, которые у нас находятся как в муниципальной и государственной собственности, так же и в частный вход разрешен лишь только при предъявлении непосредственно сертификата о вакцинации в электронном виде. Соответствующие правила устанавливаются с 20 октября. С 25 октября это правило устанавливается для всех объектов спорта, включая бассейны. И с 1 ноября это рестораны, кафе, столовые и банкетные залы. Соответствующий сертификат или так именуемый QR-код получают все совершеннолетние граждане, получившие прививку от COVID или переболевшие коронавирусом в течение 6 месяцев. Необходимо обратить внимание на сохранение посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления только при наличии QR-кодов и, соответственно, сертификата как переболевшие, либо же непосредственно имеющие вакцинации. Указом главы республики также непосредственно определяется, что те граждане, которые вакцинировали 6 месяцев назад, либо переболели, должны пройти перевакцинацию. Соответствующую персональную ответственность членов правительства республики Саха и Кутия за усиление направлений по вакцинации и ревакцинации глава республики возложил своим решением. Необходимо обратить внимание, что подобного рода меры, они были связаны с тем, что увеличилось количество больных в тяжелом состоянии. Сегодня у нас 186 пациентов, в том числе на ИВЛ-34. Из 186 пациентов в тяжелом состоянии все невакцинированные. Сегодня получили у нас первую вакцину 50%, около 50% от общего населения республики. Это 364 836 человек. Особое внимание к лицам старшего возраста. Из них только 48,9% от общего количества лиц старшего возраста в республике получили вакцину. Ревакцинацию в республике прошло 17 085 человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова